Несколько дней назад вы говорили о том, что позвоночник — это центр физического, эмоционального и духовного роста. Не могли бы вы рассказать об этом подробнее? Мы называем позвоночник Меруданда. Меруданда означает «ось Вселенной». Человек может жить просто как биологическая сущность, или же он может преобразовать себя таким образом, что он станет почти как центр Вселенной. Позвоночник определяет, в каком направлении вы будете двигаться. То, как функционирует ваш позвоночник, и как в нем функционирует энергия, в значительной степени определяет, в каком направлении вы будете двигаться. Если вы знакомы с тем, как устроен позвоночник с точки зрения физиологии, вы должны знать, что с каждой его стороны есть два отверстия, которые служат изоляционной трубкой, через которую проходят все нервы. Это Ида и Пингала, правый и левый каналы, которые олицетворяют двойственность мироздания. Они связаны с двумя частями мозга. Сейчас медицина называет их левым и правым полушариями. Это Ида и Пингала. В восточных культурах их называют инь и янь. В традиционных терминах индуизма их называют шивой и шакти. У них много названий. По своей сути, это две противоположности мироздания, которые являются основой физической реальности. Помимо этого, в центре позвоночника существует пустое пространство, проходящее насквозь. Это сушумна. Достижение баланса между двумя противоположностями сделает вас успешными в мире. Это даст вам возможность справляться с разными жизненными аспектами. Но если ваши энергии войдут в сушумну, вы можете привнести разные свойства в сушумну. По своей сути, у сушумны нет своих качеств. Она словно пустое пространство. Если есть пустое пространство, значит, можно создать все, что вы захотите. Не так ли? Так что, как только энергия человека входит в сушумну, мы говорим, что он достигает вайраги. Рага означает цвет. Вайраг означает отсутствие цвета. Отсутствие цвета означает, что вы стали прозрачными. Преимущество прозрачности в том, что если сейчас за мной находится что-то красного цвета, то я тоже стану красным. Если за мной будет синий цвет, я тоже стану синим. Если за мной будет желтый, я тоже стану желтым. Да? Без предубеждений. Где бы вы ни были, вы становитесь частью этого, но ничто не оставляет на вас и следа. Куда бы вы ни шли, если вы среди красных людей, вы можете быть абсолютно красным. Но красный цвет не пристанет к вам ни на мгновение. Вы красного цвета, потому что вы прозрачны. Если вы среди зеленых людей, вы абсолютно зеленые. Но и зеленый цвет тоже не пристанет к вам. Где бы вы ни были, вы становитесь этим, но ничто не пристает к вам. Вы отважитесь исследовать все измерения жизни, только если вы находитесь в состоянии вайраги. Если какой-то цвет остается на вас, тогда, если к вам пристал красный цвет, вы будете сопротивляться зеленому. Если на вас остался зеленый цвет, вы будете сопротивляться синему. Что бы ни приставало к вам, вы будете сопротивляться тому, что вас ждет дальше, потому что вы вырабатываете предупреждение. Это правильно, это неправильно, это хорошо, это плохо. Это ограничивает течение жизни. Так что весь этот механизм встроен в позвоночник, не в мозг. Он находится в позвоночнике. Если определенным образом управлять позвоночником, то можно очень сильно повлиять на работу вашего ума, на работу мозга. Лучше бы мне такого не говорить. Я могу взорвать вам мозг, просто прикоснувшись к вашему позвоночнику. Правда. Я могу просто дотронуться до вашего позвоночника, и у вас голова пойдет кругом. Потому что позвоночник — это основа. Так что, когда вы делаете крию, или просто в повседневной жизни, за исключением того времени, когда спите, полезно держать позвоночник прямым. Одно лишь это поспособствует очень многому.